маленький совсем короткий совсем небольшой но все-таки отпуск мы едем на четыре дня три ночи туда очень далеко ехать поэтому четырех дней останется в общем-то два целых и два дня мы будем ехать но так получилось внезапное путешествие детей мы оставили дома смываемся от них а вот это вот чемодан который мы берем с собой на два дня такой вот у меня прикид путешественников я надела шорты вы помните я их покупала майка у меня такая терняшка и у нас дома прохладно поэтому я надела такую кофту длинную с собой в принципе она мне пригодится и там и дороги чтобы если я замужла и шлепанцы без кабачки вот такой у нас багаж получился представьте два дня два дня два человека вот такой чемодан ну я не знала что взять поэтому взяла все это все что было в шкафу фактически сегодня вечер два дня мы там будем и утром воскресенье мы уезжаем поехали а 7 часов 7 часов 19 минут 614 километров далеко поехали первый раз мы машину гоню в такую даль сначала снимать потом пристегивать остановились под заправиться во всех отношениях под заправить машину и выпить немножко кофе и может взять что-то покушать но вряд ли я думаю что я ограничусь кофе мы сейчас молли находимся супер в шопинг-центре здесь есть заправки электрические и заодно можно взять что-то поесть кофе есть встречи с твоей едем дальше недостатки электрических машин заключаются в том что все парковки все заправки находятся в шопинг-центрах и результате пока машина заправляется вам все равно нечего делать вы идете шопаетесь вот как результат мешочек пока мы едем дам некоторые пояснения нашему путешествию сейчас мы кстати проезжаем оттаву это столица канады город-герой оттава небольшой городок в общем-то столице его сделали относительно недавно но в общем-то уже давно но до оттавы столица канады был по-моему город кингстон если я ничего не путаю отправляемся мы далеко отправляемся мы в другую провинцию из онтарио мы едем в квебек это французская канада где живут одни только французы но на самом деле это шутка там живут французы и не французы там в принципе государственный основной язык французский и вот если вы допустим будете ехать по онтарио то вы увидите надписи на двух языках везде потому что официальных два языка в канаде это английский французский а если вы будете проезжать по квебеку французской канаде то вы увидите надписи только на французском языке то есть они как бы вот свой язык признают английский так себе не очень но дело не в этом очень красивый красивая часть канады я очень люблю туда ездить мы часто ездим в квебек столица квебек это город монреаль один из самых красивых известных городов северной америки свою своей архитектуры своей культурой своей модой своими магазинами своими тусовками я когда приезжаю в монреаль я прямо сразу вижу что вот другие люди по другому одеты знаете вот этот французский налет французского шарма он как бы присутствует там вовсю но мы не едем монреаль мы едем в горную в горную деревню в общем-то это горный курорт горнолыжный курорт и находится он в горах вы сейчас вы видите мы поднимаемся в горы немножко поменялся ландшафт но в принципе те же там елки елки-палки но появляются уже по обочине появляются горы и горные массивы в общем-то где мы в горы и один из самых моих любимых мест в канаде мы туда ездим часто мы там часто отдыхаем и вот сорвались совершенно внезапно что называется случился нежданчик потому что мы вообще не собирались отдыхать но наши друзья туда поехали и позвали нас в общем то сказали приезжайте ребята будет весело и будет хорошо и мы так вот сорвались последнюю минуту нашли последнюю гостиницу в общем которую можно было найти сейчас уже все было занято но мы нашли гостиницу и поехали внезапность и спонтанность это очень приятно и ничего в этом нету плохого даже в общем-то весело и здорово как-то внезапно вы срываетесь едете в отпуск девчонки привет доброе утро наш первый день гостиницы я уже вчера вечер не снимала потому что мы встретились с друзьями пошли покушать лил дождь как из ведра мы все намокли у нас правда был зонтик но неважно в общем все равно мы все намокли я уже не стала ничего снимать потому что мы бегом бежали в общем только чтобы чтобы добежать до 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 дома до гостиницы сейчас я вам немножко здесь поснимаю просто покажу вам наш номер потом мы пойдем на завтрак я вам покажу наверное ну в общем такой легенькое легенькое видео из из отпуска из путешествий так заходим в номер и вот эта дверь это спальня я вам потом мы сниму сейчас не буду там не муж потом и сразу одно 10 шкаф у входа и сразу попадаем в ванну ванна очень обыкновенная ничего особенного и здесь такой колонна еще есть крючки крючок можно вешать одежду здесь у нас маленькая кухня очень такая стандартная ничего особенного кофемашин как у нас дома только маленькая у нас такая большая жалко мы не знали надо было почитать в дискрипшн в описании но я не было неохота друзья я бы взяла свой кофе которые у нас которые я люблю такой особенно но очень здесь посудомойка плита холодильник это наши вещи тут может фототехника он фотограф у меня полотенце для для бассейна здесь есть столик маленький то есть вот есть такая кухонька и стол можно покушать прямо все в таких картины картины в общем такое но это ливинг и значит здесь диван журнальный столик кресло очень красивый камин который не работает к сожалению зимой это классно а нам как бы не нужен сейчас тепло но но жалко что мы пытались его вчера включить вчера было очень холодно был дождь мы так замерзли промокли и он что-то не включается по моему я думаю что они на лето его выключают что в принципе его нельзя включить но я не знаю но мы не будем уже с ними разбираться бог с ним вот у нас телевизор кресло и здесь у нас маленький балкон такая интересная конструкция здесь такие ступеньки чтобы выйти на балкон я тут вчера чуть не навернулась потому что это как-то не очень удобно и вот такой у нас вид я вам сейчас покажу вид на гору к сожалению потому что с другой стороны вид на бассейн а здесь у нас вот гора и здесь вот на горе стоят тоже видите гостиницы гостиницы пансионаты какие-то вот не знаю еще как это называется ночью вот эта вот самая гора внутри плана настолько маленький балкончик вот собственно так выглядит наша гостиница сбоку балкона я снимаю здесь есть балкончики побольше есть такие как как наш вот с другой стороны это собственно вот такая вот мансарда видите мы в такой же живем и тоже там ведь на гору очень красивые дома вилы как коттеджи все очень зелено очень красиво сегодня пасмурно видите тучки опять вроде бы дождя не будет а это вот самый центр вот видите там вот такая вот белое здание это самое собственно говоря центр этой деревни так пойдемте назад и тебя так вот заходишь и тут вот эта лестница это как-то не очень не очень безопасно по-моему ой мы находимся эта деревня называется монтри блант это французская канада где-то два часа езды наверное два два с половиной часа езды от монреаля столицы к век французской канады и это горнолыжный курорт но здесь всегда прекрасный зимой летом весной осенью мы здесь были осенью летом зимой мы были в общем мы особо на лыжах не катаемся поэтому для нас это как бы не является аттракцией зимой на зимой здесь самый движ здесь такой знаете прямо такой вот самое такое крутое место практически в канаде но одно из самых не самый куда приезжайте кататься на лыжах и в общем то здесь конечно очень очень весело очень интересно много людей летом здесь тоже неплохо в принципе это курорт здесь вот гостиницы бассейны здесь много озер здесь можно купаться кататься на лодках в общем много-много всяких активе и осенью здесь бесподобно красиво потому что я вам показываю этот лес он окрашивается разными цветами желтыми красными и в общем-то потрясающей красоты канадская осень вот в кубеке канадская осень самая красивая если вы слышали вообще таком феномен канадской осени когда я снимала у меня есть видео на канале где я снимала значит как красиво становится у нас осенью каким бесподобно красивой краски у нас осенью в канаде так вот я вам хочу сказать что в французской канаде считается что осень самая красивая потому что никто не знает почему говорится какая-то почва специальная ну так вышло никто и специально не делал но какая-то почва которая для которой вот деревья приобретают вот такой окрас осенью в общем если вы хотите ехать в канаду то я очень рекомендую ехать именно осенью потому что пока еще не очень холодно где-то в середине конец октября потому что такой красоты вы не увидите наверное больше нигде я не видел во всяком случае в россии вот таких вот красок и таких цветов как как какие есть канаде вот осенью так я обещала вам снять спальню но не обращайте внимание здесь конец спали здесь поэтому кровать не убрана мы будет уборка в общем то но я уже не стала ждать уже сняла как есть очень небольшая небольшая спальня но очень симпатичная видео с таким вот потолком таким как мансарда такая в общем-то интересный такой дизайн здесь есть вот такой вот как как для окошка видео здесь все для окна и здесь стоит комод и здесь можно поставить кресло принципе из ливенка притащить и посидеть книжечку почитать но мы тут на три дня всего поэтому мы ничего не будем никаких книжечек читать на кресле у нас тут есть чем заняться а вот это значит телевизор там вот шкаф довольно большой где мы развесили свои вещи сейчас покажу вот так вот такой шкафчик очень хорошо все повисло у нас все висит и все собираемся идти на завтраке может быть что-то сниму что-то покажу вот такой у меня сегодня лук курортный потом я не знаю что у нас тут мы встретимся с друзьями и наверное пойдем они живут здесь пансионате возле озера и может быть пойдем на их озеро покатаемся на лодках или что-то такое придумаем потому что принципе на погода пока что не жарко купа для купания не очень а вот для каких-то лодок или просто прогулок самый раз где-то градусов 22 и так знаете пасмур так что вот все кончай снимать идем на завтрак вот так выглядит у нас лобби в гостинице смотрите какие красивые витражи ну конечно это не старинные под старину очень симпатично вообще вся гостиница такая заточена на 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 лыжные видите в одессе утра катайся на лыжах кушать пей спи и снова внутри было это ну в общем их здесь все все видите вот такой вот горно старинно лыжные вот там у нас бассейн спасибо сейчас проблема нужно 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 заказывать места здесь такой лобби камин очень милых диванчики завтрака в гостинице нету поэтому мы идем завтракать куда-то кафе вот такая вот прекрасная замечательно хорошенькая терраска и бассейн там есть джакузи как я уже сказала сейчас все сложно нужно заказывать заранее бассейн если мы хотим пойти в бассейн вот снова камин в общем все очень кто-то мой муж убежал а он пошел смотреть бассейн я пойду за ним бассейн маленький один джакузи здесь а вон же можно снять маску славу она теплая наверное ночью можно до в нем купаться ну в общем так здесь знаете все больше как то так больше такая лыжная тема но бассейн есть как бы ну и есть вот это центральный вход хотела просто показать здесь такая красивая мозаика смотритесь как красиво good morning красиво it's a beautiful yeah the floor is beautiful all the lobby is beautiful все пойдем 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 искать завтрак слушайте холодно мне прямо холодно я в шортах хорошо что я надела кофту он фаникулер значит через всю деревню идет такой фаникулер что они остановились он вообще работает она просто идет в гору вот мы сейчас внизу деревне а как бы верхняя часть довольно ну так на горе и через все вот это вот деревне идет вот такой фаникулер чтобы ногами не подниматься на 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 гору если он работает будет него на нем будем кататься я вам его сниму обязательно очень еще не елётное место какой дворик Там есть внутри столы, а есть вот здесь вот во дворе Так, я возьму яичницу Здесь все, все такой замес на блинчики Я возьму яичницу Здесь написано, что у них есть Два яйца, вот это вот с грибами, с перчиком Жарим просто, не помню Чеддер сыр, все это на блине Будем ждать, нам же кофе принесли Одну же очень что-то вкусненькое Салмон с салатом А у меня вот такой вот просто блин Но я надеюсь, что там будет красиво внутри Сейчас я его расковыряю и сниму вам Там должна быть яичница и грибы и перчик В общем, посмотрим Видите, здесь, о, как красиво внутри Перец, грибы, яйцо, чай, сыр В общем, 1500 миллионов калорий А что нужно для диеты? За салатик мы будем делиться Я вам должна сказать, что это очень-очень вкусно Очень-очень вкусно Просто очень вкусно Салатик мы будем делиться Салатик мы будем делиться Салатик мы будем делиться Салатик мы будем делиться